Сделать дорогу проходимой и установить уличные фонари. Добиться безопасного прохода в частный сектор пытается житель поселка Горького. По этой темной улочке он ходит всю жизнь, уже 77 лет. И вот на свою жалобу он наконец-то получил ответ в мэрии. Как долго ждать светлого будущего, узнала Ирина Забродина. Жители поселка имени Горького пригласили нас к себе, чтобы показать, какие у них есть дороги. Это улица Сельская. Когда проходят хорошие дожди, пройти по этой дороге вообще невозможно. Сейчас можно по камушкам пройти? Ну, камушкам можно. А когда разливается, приходится снимать обувь. И только тогда можно перейти. Или в резиновых сапогах. Черт, ты что? Вот что? Мне вот это вот нужно. Возмущает вас, да, качество? Естественно, возмущает. А что, никто ничего не делает. Абсолютно. А это нашей власти плевать на все. Сколько, говорите, здесь вы живете? 77 лет. И никогда дорогу не делали? Никто не делал. Раньше не было мостика. Я помню, в детское время здесь потерял обувь. Сейчас хоть мостик поставили. Мостик это благодаря вам, да, поставили? Я ходил по всем инстанциям и ходил в Краевую Думу. Три года пробивал, чтобы постелили доски. А жители знают, что это благодаря вам? Не знают, не знают. Сейчас знают, что все же один человек может добиться. До мостика не было. Как вы здесь? По железной дороге и по улице Жуковского. Сколько нужно было километров, чтобы обойти? Ну, примерно километра 4-5. Сколько там человек у вас вообще проживает? По три тысячи населения. Тут, конечно, нужно отсыпать. Тут тоже разливается и вообще невозможно пройти. Виктор Яковлевич решил не ограничиваться только лишь тем участком улицы и решил нам показать еще вот этот перекресток. Перекресток. Это улица Мичурина и Народная. Вот это улица Сельское продолжение. Когда осадки выпадают, все время заливают в этом месте. Здесь, я смотрю, нет и освещения. Писал заявление мэру города Хабаровска, Кравчук, в отношении освещения по этой улице Сельской. Почему? Да потому что в ночное время девочки, женщины, даже и мужчины неоднократно были нападения на них. Понимаете? Что вам ответили на ваше обращение? Ответия, подписи собрал. Вот ответ от Чернышева Сергея Александровича. Это первый заместитель мэра города. На данный год нет бюджета, на освещение нет. А на дороге, благоустроительство дорог вроде бы есть, пройдут грейдером. Но месяц прошел, никто не благоустраивает. И пальцем не пошевелили. Тут написано, что работы, прогрейдировки, покрытия, проезжие части включены в проект программы работ по ремонту дорог частного сектора на 2020 год. Работы по освещению улицы Сельской будут предложены в проект программы работ на перспективу будущих лет. Весьма-то почему не читаете? Внимательно ответ. Внимательно прочитал. Жители не могут скинуться и отсыпать себе. Вот у вас же здесь много дворов, и себе отсыпать дороги. Сейчас никто, молодежь, не сложится. Ни с кого собрать. И много бичей, с которых ничего не возьмешь. Дорогу на улице Сельской пообещали отсыпать в следующем году. А до этого времени жителям придется, как и раньше, в сухую погоду ходить по камушкам, дождливую по колено вброд. А вот с освещением перспектива в ответе мэрии обозначена нечетко. Ближайшие годы. Заниматься благоустройством дорог и освещением улиц – это задача городских властей. А если, по мнению жителей, эта задача не выполняется, они могут потребовать исполнения права на светлый путь через прокуратуру или суд. Ирина Забродина, Виктор Казаров, Большой город Лайф.